всем добрый день друзья долгожданный прямой эфир спустя большую паузу посмотрим как наш инстаграм является ли он до сих пор живым собирайтесь пожалуйста так я веду этот прямой эфир из своего кабинета здесь я веду прием нахожусь я территориально чистые пруды и китай город тот кто интересуется где же катя ведет прием вот там давайте подождем когда чуть побольше вижу знакомые лица очень приятно о чем сегодня мы с вами будем говорить в преддвериях моего курса по психосоматике который стартует 24 июня мы поговорим с вами о психосоматике и я выбрала темы с которыми прямо сейчас ко мне обращаются мои клиенты это тема поджелудочной железы сегодня поговорим о том как вообще формируются хронические заболевания что на них влияет так радость их вас видеть а также сегодня немножко с вами поработаем я хочу сегодня показать вам что наша терапия может быть в разных скажем так на профессиональном языке регистрах мы можем с вами работать в регистре там и тогда когда вы проживаете повторно какие-то ситуации которые повлияли на вас и на ваше здоровье а мы можем с вами пойти с другой точки с другого курса поизучать что с вами происходит и этот этот регистр называется здесь и сейчас то что со мной происходит в настоящем моменте через это тоже очень многое может вам раскрыться в целом психотерапия может скользить по разным вашим временным отрезкам и один из наиболее важных который на самом деле является очень скажем так информационным который предоставляет и вам и терапевту очень большую информацию о том а с чем вы находитесь сейчас у меня уголами давно сессия на которую пришла девчонка она учится у меня практически на всех моих программах и она была готова к тому что мы там будем путешествовать в регресс или мы пойдем окунемся в ее внутренний мир посмотрим на то что происходит с ее субличностями а я предпочла вести терапию в другом режиме я предпочла посмотреть на то что она чувствует прямо сейчас в моменте общения со мной прямо вот в данную секунду в момент этой сессии и тот материал который она себе предоставила оказался вполне достаточным для того чтобы проанализировать вообще весь результат ее работы на всех курсах то что с вами происходит сейчас даже в тот момент когда вы меня слушаете это и есть подсказка это и есть точка входа на самом деле в ваше состояние чуть подробнее мы об этом говорим попозже давайте сейчас я сделаю такое небольшое вступление про хронические заболевания хорошо ли вам меня слышно видно я через vpn поставьте пожалуйста плюсики дайте немножечко обратной связи чтобы я почувствовал вас какая у нас задержка сегодня мне нужно будет провести с вами диалог хочется чтобы было такое взаимодействие да не очень большая задержка какая прелесть какие-то новые сердечки появились отлично давайте посмотрим хронические заболевания хронические диагнозы те диагнозы которые длятся с нами долгое время и от которых как правило человеку не удается избавиться когда мы работаем с каким-либо симптомом возникшим недавно это один уровень сложности когда мы в психосоматике работаем с симптомом который например у человека с 12 лет или с 4 лет то это другой уровень сложности когда мы хотим разобраться в причинах своей болезни нам нужно знать следующее что если болезнь со мной уже давно то значит это ответ на какую-то практически постоянную ситуацию в моей жизни значит я нахожусь в таких обстоятельствах которые дают команду моему телу адаптироваться к тому что происходит вокруг меня адаптация нашего тела признана нам нам помочь когда мы на психическом уровне не справляемся с чем-либо то тело включается как помощник как то за счет чего мы с вами должны в конечном итоге выжить приспособиться об этом мы подробно очень этот механизм приспособление и почему именно этим симптомом я приспосабливаюсь конкретной ситуации мы говорим на нашем курсе психосоматика с нуля сейчас я хочу вам показать как это работает на примере панкреатита как вам кажется просто сейчас кто-то может уже обладает этими знаниями кто-то попробует почувствовать до почувствовать давайте посмотрим поджелудочная железа мы знаем что она относится к жкт переваривание пищи она участвует в переваривании пищи в том числе до помимо этого она участвует в образовании инсулина инсулин помогает перерабатывать сахар поэтому у поджелудочной железы мы скажем так есть две основные темы две основные две две основные задачи переваривание от пищи участие в переваривании пищи а также участие в обработке сахара и вот давайте посмотрим если взять панкреатит панкреатит это выработка желчи которая должна способствовать переваривание той пищи попадающий к нам в нашу желудок до в нашу пищеварительную систему панкреатит сопровождается высоким выбросом желчи иногда даже желчи становится так много что разъедаются стенки желудка я не доктор поэтому прошу прощения сразу за может быть не совсем точные формулировки но я на обывательском языке пытаюсь вам представить а что же происходит с человеком потому что многие вообще не знают что такое поджелудочная железа в чем она участвует зачем она человеку нужна я вот на пальцах таким простым образом пытаюсь вам показать к чему это относится и за что это отвечает и вот давайте посмотрим мы точно понимаем что поджелудочная железа связана с системой пищеварения что когда попадает какая-то пища пожил поджелудочная железа в этом принимает участие чтобы сделать процесс пищеварения возможным когда поджелудочная железа допустим отказывается работать с ней что-то происходит не так или у нас чрезмерный выброс желчи либо недостаток ферментов она образует и мы не можем в должной степени переваривать то что попадает в систему пищеварения человек у человека сопровождается рождаются симптоматика определенная она может быть очень разное это может быть и тошнота это может быть отказ вообще от еды до такое вот нежелание с этим с этой тошнотой что-либо употреблять это могут быть очень сильные боли да то есть панкреатит один из очень болевых таких диагнозов скажем так но давайте детали опустим и пойдем дальше если мы говорим о системе пищеварения давайте по логике вещей попробуем порассуждать с чем может быть связана моя психологическая ситуация что в моей жизни должно происходить что поджелудочная железа начинает участвовать в этом процессе процессе как бы адаптируя меня под эту ситуацию то есть я думаю эта идея с адаптацией она несложна чтобы ее понять да принцип следующий когда я на психологическом уровне не справляюсь какой-то ситуации тогда мое тело начинает включаться для того чтобы помочь мне справиться с чем-то из чего я условно говоря не нахожу выход да что-то в моей жизни происходит я не могу с этим справиться и мое тело в ответ на это начинает включать какие-то дополнительные механизмы самый яркий такой вот процесс это когда мы имеем дело с раком поджелудочной железы то есть орган стремится сам себя увеличить сделать себя больше для того чтобы да как бы справиться с какой-то ситуации с которой я не могу справиться давайте почувствуем с чем не может справиться человек с каким процессом вот лена пишет а мама не могла принять измену папы в результате рак поджелудочной железы теперь мамы нет в рак поджелудочной железы очень стремительное заболевание и прогнозы ставят нехороший да человек там может два-три месяца уйти давайте посмотрим то есть здесь у нас фигурирует слово принятие да то есть мама не смогла принять да давайте записать у меня доска сегодня вот так как вот так вот смотрите лена нам говорит лена нам говорит принятия не произошло измены не произошло да да тут имеем рак поджелудочный да уж ну конечно написала ничего не видно ну так фигу фигурально давайте подумаем вот правильное слово у нас пошло еще от лены аксёновой переварить да если здесь у нас пришло слово принять то здесь у нас пришло слово переварить переварить давайте посмотрим что переварить что переварить что переварить символически давайте посмотрим символически не смогла переварить эмоции так не смогла переварить эмоции к чему будет относиться Вот эта фраза хорошая. Не смогла переварить эмоции. Невозможность переварить какую-то ситуацию. Вот, это более точно. Да, Маруся пишет. Невозможность переварить ситуацию. Вот, когда мы вот таким правильным образом начинаем формулировать, что делает для нас орган, то у нас нарисовывается уже ответ. Ситуация с изменой сюда подходит. Согласитесь? Ситуация с изменой сюда подходит. Но, когда мы говорим по поводу... Когда мы говорим про измену принятие, то здесь есть, знаете, какая-то такая вещь, как будто бы меня заставляют смириться с чем-то. В моей жизни произошёл какой-то очень травматичный для меня момент. Да, мой мужчина мне изменил, и я вынуждена как будто бы эту ситуацию принять. А принять – это значит согласиться, это значит встать, может быть, в какую-то философскую позицию, мудрую позицию. Да, это достаточно сложно сделать. Поэтому в отношении измены я бы вообще никогда бы не употребляла слово «моя мама не смогла принять измену». Да, принять, друзья, это как будто бы впустить что-то в себя, как будто бы разрешить этому с тобой случиться, как будто бы разрешить этому проникнуть вовнутрь себя. За принятием стоит... Почему мы блокируем принятие? Потому что за этим может стоять ощущение некого отравления. Поэтому, когда вы говорите про измену, то лучше сказать так, да, не мама могла принять эту измену, да, этого нельзя с собой, от себя требовать, нельзя в этом ключе с собой рассуждать. С изменами нужно, да, наверное, простить, да, вот более адекватная такая штука, простить и отпустить, да. Вот измены нужно отпускать, измены нужно понимать, нужно понять, в чём, почему это событие со мной случилось, во имя чего оно со мной случилось, что оно отображает, потому что измена – это обалденно красочная картина того, что происходит на самом деле с тобой, как с женщиной, да, ну, то же самое и с мужчиной. Так вот, что если возвращаться на тему поджелудочной железы, то вы правильно сказали. Это вопрос переваривания какой-то ситуации. Что значит переварить какую-то ситуацию? Переварить какую-то ситуацию – это значит, первое, перестать в эту ситуацию возвращаться, перестать в этой ситуации находиться. За счёт чего может произойти вот это вот переваривание и вот этот вот отказ и вот это вот отсутствие необходимости в эту ситуацию возвращаться. Вот давайте попробуем, когда нас отпускает какая-то ситуация, в какой момент она перестаёт нас волновать. Почувствуйте. Вспомните какой-то опыт из вашей жизни, когда вы долгое время подзастряли в какой-то ситуации, а потом отпустили, смогли отпустить эту ситуацию. Что произошло? Благодаря чему у вас это случилось? Вот есть такая у нас идея, что переварить – это сначала выразить тем или иным способом все эмоции, не держать их в себе. Выражение эмоций нужно нам для того, чтобы, во-первых, признать, какие на самом деле у меня есть эмоции по этому поводу. Люди боятся своих эмоций, потому что им кажется, что если они разрешат себе их чувствовать, то первое, что я могу с этими эмоциями не справиться. Во-вторых, если я обнаружу свою боль, то как будто бы я тем самым буду подтверждать важность этого человека, этого события. Мы часто блокируем эмоции, боимся, что с ними не справимся и в принципе не хотим признаваться себе, что мы по какому-то поводу так сильно переживаем. Да, один из процессов переваривания ситуации, один из компонентов переваривания ситуации – это, конечно же, прожить эмоции, которые с этим связаны. Но этого недостаточно, друзья. Устаревшая психосоматика как раз нам предлагает именно эту идею, что ты проживи все те эмоции, которые у тебя с этим связаны, и ситуация тебя отпустит. Нет. Я знаю людей, которые годами проживают одни и те же эмоции, возвращая себя в эту травматичную ситуацию и не могут из нее выйти. За счет чего, почувствуете у каждого из вас, вот сейчас, когда вы отвечаете на этот вопрос, очень важно отвечать, исходя из своей личности, а не пытаться словить как бы поле всего человечества и оттуда дать какое-то решение. Нет. Очень важно понять, я за счет чего отпускаю ситуацию. Кто-то говорит, когда я убеждаюсь, что ко мне приходит чувство безопасности. Да, это есть такой момент. Если мы в какой-то ситуации застряли, если мы в ней продолжаем вариться, значит, как будто бы у нас есть идея, что это важно. Очень важно в этой ситуации продолжить находиться, потому что как будто бы в этой ситуации я пытаюсь найти для себя выход из опасности в безопасность. Смотрите, какая интересная, глубокая, непростая идея, да, то есть как будто бы находясь в этой ситуации, я все еще пытаюсь там, мысленно прокручивая эту ситуацию, найти для себя выход, найти для себя безопасность. Допустим, ситуация с изменой. Почему женщина бесконечно прокручивает, прокручивает, прокручивает эту ситуацию, почему она не может ее отпустить, почему она не может ее все как бы пройти сквозь это? Потому что на самом деле, на самом деле, удерживая, удерживая вот эту всю болезненную ситуацию, она пытается разобраться, а как она случилась, а почему она произошла? Она бессознательно пытается найти возможность как будто бы отменить эту ситуацию. Это первая причина. Вторая причина может быть, да, я перечисляю, какие причины. Это может быть ситуация, когда женщина пытается найти безопасность через то, что она пытается вернуть себе свою самооценку. То есть измена всегда бьет по личности. Это тотальное обрушение и обесценивание собственного я. Если мне изменили, значит, со мной все конкретно не так. Значит, я хуже по всем статьям, по всем параметрам. Да, то есть я проживаю мощнейший опыт отвержения. И когда я удерживаю, да, эту ситуацию с изменой, я как бы пытаюсь виноватить другого человека. Я очень сильно держусь за этот процесс, что это он со мной плохо поступил, это он такой нечестный, это он такой предатель, это он такой удар мне нанес. Это он, конечно, с одной целью, вернуть себе свою нормальность. Вернуть себе, это попытка вернуть себе самооценку. Это попытка не разрушиться от собственной ничтожности, от ощущения тотального вот этого внутреннего женского обесценивания. Да, то есть это еще, еще по какой причине, да, то есть и в этом опасность, потому что остаться с чувством, что я полное ничтожество, для меня невозможно. Поэтому я возвращаюсь мысленно в эту измену, я не готова ему это простить, потому что если я прощу ему эту измену, тогда как будто бы я признаю, что я плохая. Да, типа простить равно понять поступок человека, и как будто бы разрешить ему этот поступок совершить, как будто бы дать ему добро. Да, ты имел право так со мной поступить. Как бы многие вот так воспринимают прощение, что прощение – это признание как бы права другого человека на этот поступок. Это так. Но на самом деле мы это признание делаем через другие аспекты. Мы позволяем другому делать то, что он хочет делать, потому что мы не пытаемся управлять жизнью и опытом другого человека, и не связываем его поступки со своим качеством личности. Если мужчина, который мне изменяет, нуждается в том, чтобы прожить этот опыт измены, и пускай даже это будет опыт измены лично мне, я могу тебе это позволить. Потому что я между твоим поступком под названием «измена» и собой могу провести черту, могу провести разграничение. Твоя измена, конечно, она относится ко мне, конечно, она затрагивает мою личность, потому что ты в какой-то момент как бы делаешь выбор не в мой адрес. Но у тебя свой комплекс проблем, сложностей, дефицитов, страхов, каких-то неразрешенных детских травм, которые на тебя влияют и управляют тобой значительно больше, чем я, чем я и моя личность. То есть бывают такие отдельные виды измен, когда женщина спровоцировала мужчину сильнейшим тотальным обесцениванием, оскорблением, подавлением, и он тогда, чтобы стабилизировать как-то свою личность, находит подтверждение своей ценности извне. Да, но можем так сказать, что любая измена – это выбор. Ты можешь стабилизироваться за счет другой женщины, а можешь стабилизироваться за счет самого себя. И если ты выбираешь вот такой вот способ в виде другой женщины, то это, конечно же, опять про твою слабость, не про мою никчемность. У меня есть какие-то свои минусы, у меня есть какие-то свои недостатки, но измена – это один из самых негуманных, болезненных способов, которыми ты пытаешься себя спасти. Говорит это о том, что я полное ничтожество? Нет. Это говорит о том, как ты хочешь спастись, что это твои способы, это твоя мораль, это твои принципы. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот такая вот идея. Я так разбиралась в своей жизни с изменами, и в какой-то момент я сказала себе, если мой мужчина или мужчина, которого я считаю своим, а он, возможно, не считает себя моим, да, если он предпочитает не меня, если он в своей жизни приходит к выводу, что ему нужна не я, я говорю ему, у тебя есть этот выбор. Я не умру от того, что ты почему-то выбрал не меня, от того, что ты хочешь быть не со мной. Означает ли это, что та женщина, которую ты выбрал, по всем параметрам выше? Нет. Означает ли, что она выше по каким-то отдельным параметрам? Может быть. Какие это параметры? Может быть, это твоя безопасность с ней. Может быть, я для тебя опасная. Может быть, я та, кому надо тяжело и долго соответствовать. Может быть, мой взгляд там опускает тебя ниже плинтуса в какие-то моменты, когда я подмечаю, что ты делаешь что-то не так, что твои качества личности нуждаются, я не знаю, в серьёзном апгрейте. Может быть, я та твоя какая-то, может быть, совестливая часть. Может быть. А может быть, я просто та женщина, с которой тебе не так классно, как тебе классно с другой. Может быть. Может быть. Означает ли это, что я не классная? Означает ли это, что я недостойна себя уважать, себя любить, быть собой, жить собой, хотеть оставаться в этом мире, потому что какая-то личность меня не выбрала. Какой-то мужчина не дал мне высокую оценку и предпочёл взять в свою жизнь не меня. Или там прожить какие-то свои обалденные сексуальные моменты, а может быть, и не обалденные, а тривиальные, с кем-то другим. Потому что мы, когда говорим об измене, мы всегда представляем, что нашему партнёру с этим другим человеком было обалденно хорошо. Не факт. Может, там было никак. Может быть, там было как-то обычно. Да, но мы себе представляем, что он обязательно выбрал кого-то, с кем ему по-настоящему хорошо. Поэтому, друзья, каждая измена требует отдельного осмысления. И главное, что мы, как мы отпускаем, да, возвращаемся к нашей психосоматике, как мы отпускаем какую-либо ситуацию, мы разрешаем событию случиться. Мы понимаем, что событие, которое, удерживая травму от этого события, мы не находим на самом деле в этом себе помощь. Мы не находим в этом себе поддержку. Мы не можем через это оказаться в безопасности. Что мы на самом деле продолжаем вариться в этой опасности. Невозможность простить какую-либо ситуацию говорит о том, что ты как будто бы не находишь никаких вообще других... Ты не можешь как будто бы понять вообще смысл всей этой ситуации. И всё, что ты можешь делать, это продолжать испытывать сопротивление, чувство несправедливости по отношению к случившемуся событию. Да, это вот такая вот история с удержанием. Про поджелудочную железу. Это даже не попытка переварить какое-либо событие. Вот давайте, чтобы без путаницы, мы сделаем таким образом. Можно одну ситуацию не мочь переварить, не смочь переварить. Одну. Допустим, одну какую-то измену. В этой одной измене находиться долгое время. И может возникнуть хроническое заболевание. Потому что у человека было событие. Да? То есть у человека было событие. Да? И вот его я. И он туда зашёл в это событие. И там остался. Да? Событие С. Зашёл и остался. Бывает другая схема, при которой развивается хроническое заболевание. Вот она жизнь ваша. Допустим, последние там, возьмём 7 лет. Да? И у вас таких событий. Связка. Да? То есть эти события у вас постоянные. То есть ваша жизнь развивается таким образом, что что-то, что вы не можете переварить, постоянно в вашей жизни присутствует. Постоянно организовывается. И поэтому, когда мы говорим про поджелудочную железу, мы говорим о том, что, скорее всего, это происходит либо в том месте, где вы живёте, то есть это ваш дом, ваша семья, либо это может быть ваша работа. Это может быть... Это должно быть что-то, куда вы приходите часто. Да? У нас две линии. Если вы человек рабочий, то вы ежедневно, там, 5 дней в неделю выходите на работу. Если вы человек нерабочий, и у вас нет такой ситуации, что вы куда-то ходите, у вас есть там какой-то коллектив, у вас есть там какие-то взаимоотношения, то тогда стоит обратить внимание на семейный контекст, на семейную вашу ситуацию. Если это семейная ситуация, значит, это члены моей семьи. Кто может, с кем мы можем иметь какие-либо сложности? Это либо наши партнёры, либо наши родители. Партнёры – это муж, жена, или тот, с кем я живу. Молодой человек, мужчина, женщина, да? Не обязательно быть в официальном браке, естественно, вы понимаете. Родители, партнёры и дети, в том числе и внуки. Да? То есть кого рассматриваю? Наши родители – это если мы живём с ними в одном пространстве. Партнёры, партнёры, дети, внуки. Все люди, вот что касается родственных связей, могут… А может ли быть такой вариант, что, например, там моя соседка? Я живу, например, снимаю квартиру с кем-то? Может быть. Тут главный принцип – не родственники, а люди, с которыми вы находитесь в постоянном контакте. Происходит между вами такая динамика, которая вызывает у вас внутренний протест. Что-то, с чем вы серьёзно не согласны. Что-то, что, условно говоря, подбрасывает вас из вашего спокойствия, выбрасывает вас из вашего спокойствия. И основная эмоция, которая сопровождает вот симптоматику по панкреатиту – это чувство раздражения и злости. Люди, которые страдают панкреатитом, должны попробовать отследить у себя, как часто чувство раздражения и злости появляется в их обыденной жизни. И важное ещё условие – что нужно рассматривать? Нужно рассматривать, конечно же, контекст одного какого-либо пространства. Мы это называем территориальные конфликты. Это может быть как на работе, это может быть дома. И вот это вот чувство раздражения, чувство злости, может быть, даже, знаете, какие-то такие выбросы агрессии должны базироваться на ощущении, что я не могу принять, переварить, я не могу согласиться с какой-то ситуацией. Я как бы протестую против какой-то ситуации. Да, ещё одно дополнительное вам чувство, которое как маркёр – это вот я продолжаю сопротивляться этой ситуации. Расскажу вам пример, не совсем связанный с ЖКТ, а связанный с колитом. Колит – хроническое, тяжёлое, непростое заболевание, с которым тоже часто сталкиваются люди, находящиеся во второй половине своей жизни. Да, я редко встречаю колит у молоденьких. Бывает, конечно же, но в основном эта ситуация… Знаете, почему мы в молодости в целом меньше болеем? Потому что мы легче отпускаем, да, потому что нам есть на что перевести своё внимание. Ну, бывают случаи, когда хроническая какая-то семейная ситуация, и, конечно же, болезни с детства идут. Так вот, одна женщина сидит в кабинете с другой женщиной, они делят это пространство уже несколько лет. И одна женщина явно психопатического характера. Она устраивает какие-то интриги, какие-то манипуляции, какие-то подставы. Она пытается с той женщиной, которая сидит напротив неё, играть в какие-то очень такие сложные манипулятивные игры. Она пытается её, допустим, там и очернить, и как-то подставить, и как-то вроде бы делает вид, что они друзья, подруги, что она к ней так прекрасно относится, а на самом деле за её спиной делает какие-то гадости. Психопатическая личность – это такая личность, ты с ней дружить не сможешь. Она всегда будет в зависти, в ненависти, в злости, да, и она будет плести свою вот какую-то такую хитрую паутину. Да, то есть у неё есть энергетические такие явные черты, и она приходит и постоянно демонстрирует, что она в чём-то лучше, умнее, величественнее, успешнее, да, там сочиняет какие-то там сказки, небылицы. И помимо этого, конечно же, пытается, увидела конкурентку в женщине, которая разделяет с ней этот кабинет, и пытается её всяким образом как бы вот, ну, подставить, скажем так, очернить, осквернить, сочиняет про неё небылицы. Что происходит? Женщина сначала начинает, жертва, скажем так, начинает сначала, а жертва тоже не из робких такая, да, то есть которая может постоять за себя, и у которой, вот ещё очень важно, про поджелудочную железу, у которой есть вот эта возможность на то, чтобы отреагировать не пассивной позиции, не просто смирением и таким оплакиванием своей ситуации, а внутри рождается этот импульс дать ответку, дать сдачи, да, как бы привести к справедливости. Так вот, в течение нескольких лет вот такого вот деления одного кабинета, одной территории и ежедневного вот этого вот взаимодействия с очень непорядочным человеком напротив тебя, это порождает колит. Колит – нижняя часть ЖКТ, да, то есть связана с опорожнением кишечника, да, то есть у человека очень часто диарея, да, то есть внезапно и часто постоянно идёт очищение, да, то есть человек много чего, много что из него просто вылетает, у него там строгая диета, он не может справиться с этим, да, он понимает, что это мне съесть нельзя, это мне съесть нельзя, то есть кишечник постоянно опорожняется, да, То есть основная проблема – колита. И еще такие язвы начинают сопровождать это все дело. Так вот, смотрите, когда мы работали, мы выходим 100% по логике современной психосоматики. Все это в справочнике описано, и именно это мы и находим у себя в практике. В общем, суть в том, что жертва живет с чувством злости, непереносимого чувства отвращения, раздражения и вот такого чувства несправедливости. И когда мы начинаем вытаскивать те самые составляющие ее эмоционального состояния, то есть я говорю, что конкретно ты чувствуешь, что конкретно внутри тебя происходит, звучат такие слова, что да я хочу избавиться уже от этого дерьма, я так устала уже от этой ее грязи, я так устала, я, говорит, кроме отвращения ничего к ней не испытываю. То есть если человек на протяжении долгого времени не может на уровне психики найти себе успокоение, найти выход из сложившейся ситуации, он оказывается в чувстве беспомощности, то тело включается. И от этого дерьма начинает избавляться в прямом смысле слова, тотально, постоянно. И когда мы стали отслеживать колит, это такая штука, она то приходит, то уходит, то приходит, то уходит, да, подлечусь полегче, потом опять какой-то конфликт похуже. Мы заметили, да, что вот эти вот такие рецидивы, которые, конечно же, связаны с той напряженной обстановкой, которая происходит у женщины на работе. Давайте посмотрим разницу между колитом и панкреатитом. Панкреатит меньше содержит внутри себя такой компонент, как желание от этого дерьма избавиться. Вот как только вот это вот чувство, что у меня что-то грязное, что-то противное в моей жизни происходит, то это бьет по нижнему отделу ЖКТ. Когда это удерживание какой-то ситуации, в которой вы находитесь, которую, может быть, вы даже сами порождаете. Да, сейчас, например, у меня есть там несколько клиентов, которые я понимаю, что им кажется, что они жертвы какой-либо ситуации. А я понимаю, что они создатели этой ситуации, что они реагируют на своих родственников таким образом, что они и порождают себе эти конфликты. То есть раздражение, злость, удерживание себя в этой ситуации, одна какая-либо территория. Дальше должна быть ещё такая, знаете, вещь с панкреатитом, когда у тебя... Это, кстати, общая и панкреатит, и диабет. Должна быть такая вещь, когда ты сопротивляешься, когда у тебя внутри такое жёсткое несогласие. То есть ты не готов принимать чужие правила игры. Означает ли это, что ты будешь открыто это выражать, что ты будешь открыто воевать? И да, и нет. Мы можем иметь случаи, когда в людях из-за страха проявить своё несогласие это уходит глубоко вовнутрь и даже не осознаётся. Но вот этот элемент сопротивления, я не согласна с тем, как ты делаешь, как ты поступаешь, что ты мне говоришь, по каким правилам ты живёшь. Я хочу это изменить, и выражаю тебе своё несогласие с этим, либо я молчу, но внутри меня это несогласие и это сопротивление живёт. Давайте посмотрим, чем же у нас отличается панкреатит от диабета. И то, и то поджелудочная железа, если... Ну, как бы вопрос, почему мы это сравниваем. Диабет связан с сахаром. Либо сахара много, либо сахара мало. Мы сейчас будем говорить о том случае диабета, когда сахара много. Сахар нужен... Для чего, кстати, организму нужен сахар? Как вы думаете? Такая простая схема вот в ситуациях стресса. Для чего? Вот, пишет нам человек. Приступ острого калита. Теперь понимаю, откуда ноги растут, жила с матерью-психопатом. Видите, даже совпадает, что даже ваша реакция на психопатку. Я говорила о том, что это была реакция на психопатку. Если вам несложно, напишите, пожалуйста, что больше всего вас задевало и проводите ли вы параллель вот с ощущением, что вы хотите очиститься от этого, избавиться от чего-то в своей жизни. Энергия. Энергия. Да, правильно. А вот, кстати, очень остро чувствовала эмоции отвращения и несправедливости. Та же самая девушка нам отвечает. Ну, девушка, по-моему. Отвращение и несправедливости. Благодарю Кате, что раскрываете тему таким образом. Да, да, это такие тонкости, вы знаете, но на курсе по психосоматике я все эти вещи как бы показываю, да, когда мы работаем со справочником. У нас все эти подсказки есть, нам не приходится это знать. То есть это не то, что какой-то мой субъективный опыт, я там вот работала с клиентом. Нет. Я знала, что искать, да, я понимала, что у меня в голове схемы есть, карта понимания образования симптоматики у меня есть. Да, там просто нужно схему понять, как читать справочник, как понимать, ну, как бы, что вообще вся психосоматика делится на две части. Первая – это теоретическая часть, когда мы знаем причину конкретных чувств и связка с тем, что тело реагирует именно вот этим заболеванием, да. И вторая, когда мы, да, то есть вот мы вышли с тобой на причину. Наша задача теперь понять, как поменять отношение к этой ситуации, как перестать в этой ситуации, да, по этому принципу реагировать. То есть иногда уже психопата в жизни нет, а реакция осталась, потому что она стала привычной. Как только триггерит где-то что-то подобное, от чего из своей жизни хочется избавиться, автосброс происходит, да. То есть это про что говорит, что я как бы научил использоваться этой схемы. Нет, а мы как бы схему должны отставить и должны научиться на психическом, на психологическом уровне помогать себе. То есть не залетать в это ощущение беспомощной, знаете, это как по ТСР, да. То есть это салют, а я ложусь на землю, потому что думаю, что бомба разорвалась, да. То есть мы должны научиться реагировать иначе, на как бы, как бы похожие ситуации. Так вот про сахар. Сахар нужен человеку, большое количество сахара нужно для мобилизации, для активности, для возможности совершить тот самый рывок, тот самый маневр, который может меня от чего-то спасти или защитить. Это может быть вербальная какая-то перепалка, это может быть в прямом смысле слова дать отпор, защитить себя. Поэтому сахар, проблемы с сахаром, много его, мало его, да, нужно посмотреть, кому или чему я пытаюсь, на самом деле, мысленно, на физическом уровне сопротивляться. От кого я чувствую либо прессинг, либо серьёзную опасность. Часто, живя в обстановке, где я чувствую, что на меня нападают, где на меня нападают, где мне нужно отражать какой-то удар, и это должна быть хроническая ситуация, повторяющаяся годами. Плюс также у меня к этой ситуации должно быть вот это чувство другого рода отвращения, но тоже отвращения, то есть мои конфликты должны быть какими-то мерзкими. Они такими, знаете, они сопровождаются таким очень грязными какими-то ощущениями, да. Либо вербально я слышу что-то в свой адрес, либо мне человек этот отвратителен, и те, вообще, его образ жизни, он сам. Либо в этой ситуации я могу даже это отвращение чувствовать к себе, может быть, от своей беспомощности, как мне кажется, да. Очень часто чувство беспомощности маскируется агрессией, да. Поэтому вот такой комплекс, значит, если женщина больше несет в себе активную такую модель, да, то есть, скажем так, маскулинный такой стиль взаимодействия с этим миром, если у нее голос есть такой, знаете, если у нее такая фигура такая вызывающая такая, да, если она такая, скажем так, и доминировать может в каких-то моментах и поддавливать, то ее стиль защиты будет, конечно же, нападение. Сахар она будет выделять для того, чтобы сохранить за собой эту силу, сохранить за собой эту власть. Если женщина, скажем так, классическая, ну, я не люблю говорить классическая, потому что это не совсем уже классическая, ну, то есть она такая гипертрофированная феминная, то есть она в моменты слабости, в моменты опасности реагирует не по принципу «бей», не по принципу «нападай», не по принципу «демонстрируй свою силу», «не сдавайся», а она реагирует с точностью до наоборот, она реагирует отступлением, сжатием, с желанием сделаться невидимой, с замиранием, таким, знаете, вот схема жук, да, техника жук, да, то есть я легла и не шевелюсь, меня здесь нет, да, в момент опасности можно же и так реагировать. Так вот, тогда у нее будет вопрос низкого сахара, да, то есть там будут высокие при нападении. Давайте, Никифоров, пустим, он плачет, я не могу, мне его жалко. Да, пожалуйста, цветы будешь опять жрать? Нельзя цветы жрать. Просто смотрите, как современная психосоматика на самом деле дает нам ответы на очень много разных детальных вопросов, да, то есть вы можете услышать, кто-то может грубо вам рассказать про диабет и сказать, ну, типа, диабет – это нападение, диабет – это проявление силы, диабет – это такая как бы защита собственного я, а вы думаете, блин, у меня диабет, а я полностью наоборот. Я вообще стараюсь делаться невидимой, я вообще никому ничего вообще в принципе не могу сказать. Вот нужно понимать, что есть разные типы реакций, и они затрагивают вопрос инсулина, вопрос сахара, вопрос поджелудочной железы. То есть я для того, чтобы стать замереть, для того, чтобы не двигаться, для того, чтобы не вызывать на себя опасность, я готова включить своё тело, условно говоря, в такую заморозку, замораживание, отсутствие энергии, да, в анабиоз в такой я готова впасть. Да, замри, замри, всё правильно. Понимаете? Поэтому, но и при диабете, и при колите, при панкреатите такого нет. Должна быть история вот с каким-то, с каким-то чувством отвращения, с каким-то вот таким вот… И оно может быть очень разным, да. То есть в лоб не стоит принимать всё. Психология нам как раз нужна для того, чтобы мы могли понимать оттенки своих чувств, что их порождает. Если вы у себя сейчас не находите какие-то чувства, но это не значит, что их нет. Может быть, да, вы просто не имеете навыка распознавать свои собственные чувства и понимать причину тех или иных с вами состояний. Так, что ещё важного? Я не читала чат, ребята. Если хотите, давайте сейчас по теме, которая была… Мне кажется, немножко было сумбурно, но ничего не поделаешь. Как смогла? Более структурно и последовательно из презентации я буду говорить про психосоматику 16 июня. В 19.00, наверное, я сделаю… Это будет будни, это будет четверг. Я сделаю вебинар, на который сейчас идёт регистрация возможностей психосоматики. Там я буду конкретные кейсы предоставлять с рассказом, в какие ситуации попали люди и как они отреагировали телесно. Значит, здесь ссылка в шапке профиля, если вы смотрите это в Инстаграм. Потом я этот эфир залью на YouTube, и в описании под видео будет регистрация на этот бесплатный вебинар. Он будет полезен всем, вообще, вне зависимости от того, хотите вы поучиться психосоматике. Зачем мы учимся психосоматике? Мы учимся психосоматике, во-первых, потому что у нас… Вы знаете, вот психологии намного сложнее поучиться, чем психосоматике. Почему? Потому что психология подразумевает длительное образование. Психосоматика подразумевает короткое образование. Вы можете освоить несколько важных. Вообще, психосоматика чудесная такая штука, что вот тут недавно был даже комментарий, когда женщина сказала, что я с трёх лет мучилась дерматитом, серьёзными экземами, и посмотрела вебинар, и она прямо писала подробно, да, сделала упражнение, которое там предлагалось. Видите, он пришёл и живёт. И симптом прошёл и не возвращается, да. То есть достаточно порой осознать какое-то чувство, достаточно порой поговорить со своим симптомом. И вот на возможностях психосоматики на бесплатном 16-го числа мы будем делать упражнения, практику будем делать, поговорить со своим симптомом, зачем тебе болезнь, да. То есть мы… Я каждый раз видоизменяю, трансформирую свои практически какие-то вот такие взаимодействия с группой людей. Поэтому то, что я делала ранее, как правило, не повторяется с тем, что я потом предлагаю в будущем. Я одно и то же не делаю. Я всегда видоизменяю. Поэтому будет полезно всем. Так вот, психосоматика – это такая штука, которая позволяет нам добиться результатов, не будучи психологами, не зная каких-то суперсложных там устройств психики человека. У нас есть схема, по которой мы работаем, и которой сотни, если уже не тысячи людей, смогли себе помочь. Так, Екатерина. А мышечные суставные боли от чего могут быть? Это про опору в жизни. Так, идея правильная про опору. Во-первых, мышцы, если мы говорим про мышцы, то это конфликт действия. То есть, если я испытываю боли на уровне мышц, мне нужно понять, какое действие я либо хочу совершить, но не могу, хочу, но что-то мне мешает. Мой собственный запрет, мое опасение за последствия. То есть, есть какая-то причина, по которой какое-то действие я не решаюсь сделать. Также, если мы говорим про уже скелет, да, про суставы, то это конфликт самообесценивания. Самообесценивание и собственные успешности. Эти конфликты могут быть коморбидны, то есть идти в паре, да. То есть, я в какой-то части недовольна тем, что я собой представляю, каких успехов я достигаю. То есть, достигаю вопрос самооценки здесь будет фигурировать, да. Все, что касается с костями, все, что касается со суставами, это вопрос самооценки и собственной успешности. В зависимости от того, у нас будет представлена в справочнике схема по... Даже, кстати, у меня есть бесплатное видео на ютубе, где я рассказываю, да, где я рассказываю, какие части нашего скелета за что отвечают нам, например, шея, плечи. Это может быть конфликт выбора или это может быть конфликт униженности, чувство унижения, чувство несправедливости. То есть, по каждому разделу позвоночника, руки, ноги, голова, у нас есть четкие характеристики, не характеристики, а четкие связи симптома с чувствами, симптом связан с эмоциями. И вот поэтому сказать в целом, что, например, весь опорно-двигательный аппарат связан с ощущением потери опоры нельзя. Я вам могу сказать, что непосредственно симптоматика, связанная со стопами, будет связана с чувством опоры. Но иногда люди вот так вот, например, они считают, ну позвоночник, это же внутренний опор, это же внутренний стержень, да, все правильно. Но нужно понимать, что опора, когда вы типа говорите, что вот именно я не могу опираться на саму себя, то это будут ноги. А если я чувствую, что я не выдерживаю какие-то задачи, которые мне предстоят, в моей жизни может быть повышенная какая-то ответственность пришла, или чувство вины очень часто связано с позвоночником, да, я не справилась, да, то мы даем своему мозгу команду «стань сильнее», тебе нужно больше выдержать, тебе нужно больше справиться, да. То есть, ну обязательно здесь такой триггерный должен быть компонент, что чувство безысходности, что как будто бы я не нахожу на психологическом уровне самоуспокоение и ощущение, что я справлюсь. Да, то есть это должно быть на чувстве психологическом, не, не, я не справлюсь, только тогда включается тело. У нас есть критерии, да, которые, три критерия, по которым конфликт переходит в симптом, да. Мы симптомы, мы своем болезнью, ну включается адаптация. Так, забедренный сустав. Это дефицит ощущения, что я могу, давайте так скажу, управлять либо своей жизнью, либо чьей-то, да, то есть в зависимости от того, какой правый, левый, да, вот пишут, что в точку, спасибо за ответ. Друзья, вы знаете, я бы не хотела, чтобы сейчас, во-первых, это не та тема, про которую я сейчас вам рассказывала, да. Вы уже пошли дальше про скелет, да, опорно-двигательный аппарат. Еще раз говорю, у меня на ютубе есть конкретно, прямо на этой доске я рисую весь этот самый, расписываю, что какой конфликт. Мои хорошие, вам нужно понимать, что а вот это что, а вот это что, это такая немножко иллюзорная у вас идея. Вам кажется, что если я сейчас вам скажу, от чего у вас вот это, то как будто бы оно у вас пройдет. Нет, здесь нужно осваивать схему работы с симптомом для того, чтобы понимать, что мне самой себе сказать, как мне поменять свое отношение к той или иной ситуации, да. Это, конечно, любопытно, но это не панацея. Вот говорят, что миома – это непринятие женского начала. Нет, нет. Миома – это во что бы то ни стало, либо получить результат своей деятельности, либо родить ребенка, либо, противоположная история, ни в коем случае тоже не забеременеть. Да, то есть это вопросы деторождения, это вопросы собственной плодородности. Это такой, может быть, момент. Вообще всё, что мы говорим про врождённые заболевания – это конфликт наших родителей. Значит, в тот момент, когда формировался плод, мама находилась в определённом конфликте. Этот конфликт, она висела в какой-то ситуации, она воспринимала что-то, с чем она не может справиться. И ребёнок перенимает эту информацию, потому что она, мама, таким образом готовит его к реальности. Вот ребёнок должен родиться, и его тело, его органы должны уже быть в адаптации к тому, что его ждёт. То есть мама является неким таким, знаете, моделью. То, что мама чувствует, это как бы прослойка между миром и ребёнком. То есть мама, как такой, знаете, передатчик, как такой посредник. Смотри, в этом мире вот такая опасность. И как бы ребёнок учится это считывать. Он не учится, у него врождённое это считывание есть. Это называется период программирования. И мама программирует его тело на определённую адаптацию. Если вы гидронефрост правой почки, то значит, это история про то, что надо поработать с вами. Допустим, если вы мама, а у вас у ребёнка диагноз, то вам нужно поработать с собой в первую очередь, потому что мать всю свою жизнь ребёнку отправляет какие-то сигналы о внешнем мире, о том, что его там ждёт. Так, в конец пойду. Про изжогу у меня тоже есть прям конкретный видео. Хорошо. Друзья, давайте так, ещё раз, да? Бесполезно накидывать мне сейчас все на свете свои симптомы, потому что вы же поймите, что если я вам вот так вот как бы подробно сейчас рассказывала про панкреатит и про диабет, ну, представьте, вы что-то поняли, да? От того, что я вам просто там точечно буду кидать вот так вот слова, ничего в вашей жизни не изменится, да? Вот пришёл вопрос, а возможно разрешите эту ситуацию? Какую ситуацию возможно разрешить? Прокомментируйте. Какую ситуацию? Когда... Чем прекрасна современная психосоматика? Тем, что вы можете научиться разбираться в том, что запускает ваш симптом. Вы можете реально научиться, и вы можете получить знание, что с этим делать. Конечно, намного проще работать с заболеваниями, которые не являются хроническими, но которые как бы периодически к вам возвращаются, да? Если вы уже много-много-много лет мучаетесь какой-то одной болячкой, и тело уже серьёзно видоизменилось, да, серьёзно уже адаптировалось под вашу какую-то ситуацию, то нужно понимать, что здесь вопрос о том, что это одна какая-то сессия, одно какое-то взаимодействие, да, это будет не так. Да, ГНМ, мы на основе ГНМ работаем. Ребята, у меня сейчас через минуту кончается эфир, мне нужно успеть его завершить, да. Спасибо большое за внимание, я надеюсь, вам было полезно. Регистрируйтесь на вебинар, я всех вас жду, и там будет много интересного, как всегда. Спасибо, пока. Субтитры делал DimaTorzok